Где мой телефон? Ну не знаю, может быть он упал куда-то. О, придумал! Дай мне свой телефон, я наберу на свой номер. У нас телефоны пропали. Папа, это ты забрал наши телефоны? Нет, с чего вы взяли, что я взял? Ну ты же постоянно грозишься забрать у нас телефоны, если мы будем в них много играть. Ваши телефоны спрятаны в надежном месте. Чтобы их отыскать, вам нужно постараться и выполнить 4 задания, которые приведут вас к подсказке. Только выполнив все задания, вы сможете найти свои любимые телефоны. Ха-ха-ха! Так, признавайтесь, кто из вас устроил этот квест? Где мой телефон? Где мой телефон? Макс, ты опять мой телефон брал? Ничего я не брал, дай поспать. Если ты не брал его, тогда где он? Я вчера, когда ложился спать, положил его вон туда. А сейчас его там нету. Ну не знаю, может быть он упал куда-то. Ага, упал. Он что, по-твоему, круглый? Или пока мы спали, случилось землетрясение? А может у него выросли ноги, и он убежал? Ага, очень смешно. Или к нам ночью пробрались воры и украли твой телефон. А почему именно мой? Потому что на нем ты слишком много играешь. Ой-ой-ой, сам тоже со своим не расстаешься. О, придумал. Дай мне свой телефон, я наберу на свой номер. Не, не понял. А где? Где мой телефон? Ха, тоже ноги выросли. Вот сейчас совсем не смешно. Может быть и правда воры? Мне кажется, это папа забрал. А почему папа? Помнишь, он говорил, если мы будем много играть, то он заберет ваши телефоны. Вот видимо, настал час расплаты. Пойдем узнаем. Мама, папа! Мама, папа! Что случилось? У нас телефоны пропали. Папа, это ты забрал наши телефоны? Нет. С чего вы взяли, что я их взял? Ну ты же постоянно грозишься забрать у нас телефоны, если мы будем в них много играть. Ну, может быть, я так и говорил, но я не брал ваши телефоны. Если не папа, то тогда мама! Я? Нет. Я не забирала ваши телефоны. Мне, конечно, не нравится, что вы постоянно играете в них. Но до такого я еще не дошла. А может, их никто и не забирал? Ну, тогда где они? Не знаю. Возможно, вы их где-то положили и забыли. Сейчас я наберу вас со своего телефона. Не понял. А где мой телефон? И моего нету. Вот это дела. Так, без паники. Дети! Илья, Максим, вы уже переоделись? Давайте искать телефоны все вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ваши телефоны спрятаны в надежном месте. Чтобы их отыскать, вам нужно постараться и выполнить 4 задания, которые приведут вас к подсказке. Только выполнив все задания, вы сможете найти свои любимые телефоны. Ха-ха-ха! Так, признавайтесь, кто из вас устроил этот квест? Да, признавайтесь! Ты тоже в зоне подозрения? Я сам у себя телефон забрал? Так оправдывается, может каждый. Вот давайте по-честному. Я точно могу сказать, что это не я. Потому что я первым обнаружил пропажу. А может у тебя план такой запутать нас? Подожди, Макс, это же ты любишь придумать всякие игры. Ну и? Ответ напрашивается сам собой. Вот тебе стало скучно. И ты решил поиграть со всей семьей. Причем грубым способом. Да, признаюсь. Ага, я так и знал! Я не договорил. Я люблю всякие шуточки, но это не моих рук дело. Не мой почерк. Ну допустим, не ты. Тогда кто? Точно. Почерк. Давайте откроем задание. Может быть по ней мы узнаем, кто все устроил. Хм. Почистить камин? Почистить камин? Серьезно? Я бы такое задание точно не придумал. Это еще почему? В этом задании не хватает экшена. Слишком оно скучное. Я тоже не написала бы такое задание. Не хотелось бы каминной пылью дышать. Ну а я о камине даже не подумал бы. Методом исключения остается папа. Ну папа, что ты скажешь в свое оправдание? А я ничего не скажу. Это почему же? Это что, все ты придумал? Нет, оправдывается только виновная. А я знаю, что я не виновен. Давайте, пошлите выполнять задание. Конец игры покажет, кто из нас злой гений. Точно. Папа главный подозреваемый. Ага, такой важный. Думаешь, что мы не догадались, что стоит за этим всем. Идемте чистить камин и будем испускать с папы глаз. Так, ребята, вы не силили дро, а ты, мама, займи стекло. Поиграем в шпион. Во дворе вас ждет полоса препятствий. Только смотрите, чтобы ни один колокольчик не зазвонил. Вот это дела. Кто же телефоны спрятал? Это задание что, тоже я придумал? Это на тебя не похоже. Это больше на Макса проделки похоже. Эй! Не знаю. Сам бы Макс ночью такое не смог сделать. Спасибо, мамочка. Ему точно кто-то помогал. А я думал, ты за меня. Максимушка, я всегда буду за тебя. Но это игра. Ничего личного. Да, точно. Я понял, мама. Эти двое с самого начала хотели нас запутать. Они только прикидывали, что они друг против друга. А на самом деле, они заодно. Это неправда. Макс, а ты почему не оправдываешься? Он, наверное, хочет признаться и отдать нам телефоны. Да, Макс? Я отказываюсь говорить без адвоката. Слишком много улик указывают на меня. Ага, Макс, это ты все сделал. Нет, не я. Так, ребята, хватит. Давайте выполнять задание. Ну что, Илюш, кто первый? Я. Давай. Илюш, кто первый? Илюш, кто первый? Пересадить цветы из горшков в клумбу. Вот ты, мама, и попалась. Это почему еще? Да потому что от задания уж слишком женской энергетикой попахивает. Не могли же мальчики про цветочки написать? Это еще ничего не значит. Может, ты решил так меня подставить? Кто я? Кто же это? Кто же это? Мама или папа? Да, ты. Вот скажите, дети, кто у нас ложится спать позже всех? Папа. Вот именно. Папа. Ты вчера дождался, когда все уснут и забрал телефоны. А чтобы замести следы, написал задание про цветочки. Все сходится. Ты, наверное, забыла, что я еще чутко сплю. И я слышал ночью, как ты куда-то вставала. А собачки лаяли. Вот я и ходила проверить. Ага, проверила собачек. И заодно забрала наши телефоны. Это неправда. Так, давайте голосовать. Кто думает, что это сделала мама? Единогласно. Единогласно. Эх вы, я вам всю душу и сердце. А вы так про меня думаете, да? Ты что, мы о тебе ничего такого не думаем. Только, пожалуйста, отдай нам наши телефоны. Да ну не брала я ваши телефоны. Ты что, мы о тебе ничего такого не думаем. Только, пожалуйста, отдай нам наши телефоны. Да ну не брала я ваши телефоны. Хочешь поиграть? Давай. Ну пошлите, дети, вместе. Выполнять мамина задание. Да это не мое задание. Папа, у нас тут записка. Да, это записка. О, давайте я прочитаю. Убрать кучу из обрезанных веток. А, понятно. Пошли убирать. Стойте. Вы даже не будете меня обвинять? Давайте, говорите, что это мое задание. И я вас уже месяц прошу помочь мне убрать эти ветки. И что вы думаете, что я таким хитрым способом решил заставить вас помочь мне? А зачем нам говорить? Ты уже и так все сам сказал. Да ладно, папа. Мы и так уже все знаем, что ты забрал ваши телефоны. Давайте побыстрее выполним задание. И ты отдашь нам телефоны. Да. Я не могу отдать вам телефоны, потому что это не я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...